Маленьким автомобилям у нас всегда было тяжело. Маленькие, значит тесные и женские все технические характеристики и возможности отходят на второй план. Продажа таких машин малы, локализация сборки невыгодна, а ценник изначально высок. Пример тому Peugeot 208. Эта модель появилась незадолго до кризиса 2014 года, которая пошатнула без того слабые позиции импортируемых автомобилей. А уже в июне 2016 208 покинул наш рынок. Может быть зря наши покупатели игнорировали эту модель B-класса от Peugeot? Сейчас узнаем. С вами Петр Баканов и программа «Поддержанные автомобили». Peugeot 208 сменил своего предшественника модель 207 летом 2012 года, а весной 2013 продажи начались в нашей стране. Хэтчбэк построен на платформе PF1, которая послужила основой для многих компактных моделей B-класса концерна Peugeot Citroёn. Автомобиль выпускался как в трех- так и в пятидверном исполнении. По сравнению с 207 Peugeot 208 стал чуточку просторнее на втором ряду, а багажник увеличился примерно на 15 литров. Для модели предлагалась достаточно широкая линейка силовых агрегатов. Трехцилиндровые бензиновые моторы объемом 1 литр ровно и 1,2 мощностью 68 и 82 силы соответственно в сочетании с пятиступенчатой механикой или пятиступенчатым роботом. 120-сильная бензиновая четверка 1,6 в сочетании с четырехступенчатым автоматом и турбодизель 1,6 мощностью 92 силы в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой. А на вершине моторной гаммы стояла 200-сильная бензиновая турбочетверка и шестиступенчатая механика для заряженной версии GTI. Комплектации также были на любой вкус и цвет. Из простенького хэтчбека 208 можно было превратить в весьма упакованное авто с панорамной крышей, светодиодной подсветкой, кожаным салоном и двухзонным климатом. Но вот незадача. Система стабилизации была не во всех комплектациях и зачастую шла как опция. Это серьезный минус, учитывая то, что маленький Peugeot часто выбирали женщины. На вторичке цены на Peugeot 208 сильно разнятся, несмотря на малое количество предложений. Нижней планкой на момент подготовки программы следует считать 400 тысяч рублей. Стоимость в 500-600 тысяч будет справедливой для авто в хорошем состоянии. Причем за эти деньги предлагаются машины с абсолютно разными двигателями и коробками передач. Однако по паспорту выигрывает тот движок, которого принято сторониться. Итак, атмосферный 120-сильный принц. Притча во языцах. Про него мы уже рассказывали, разбирая и 308-й Peuge, и Citroën C4. Поэтому просто напомним. У принцев тянется цепь и отказывает ее натяжитель. И зачастую это может произойти на не очень больших пробегах. Бывало и такое, что весь комплект приходилось менять, едва дометр разменивал 50 тысяч километров. Также у этих моторов коксуются масляные каналы, с долгим сроком службы. На ранних сроках может накрыться и электромагнитная муфта привода помпы. И тогда перегрев вместе с трещинами в головке блока цилиндров не заставит себя долго ждать. Случались также провороты распредвала и даже выпадение седел клапанов. Да, такие ситуации встречаются достаточно редко. Но ремонт в этом случае больно бил по карману. Принц также прославился течами прокладок, барахлящим термостатом и глючащими датчиками температуры. И даже довольно надежные датчики распредвалов могут сбоить, поскольку они установлены в пластиковую клапанную крышку, которую коробят от перепадов температуры. В общем, что EP6, что EP6C лучше избегать. Если основа плоха, сколько ее не модернизируй, толку не будет. Слава богу, привычный для многих Peugeot и Citroen 150-сильный турбомотор THP к нам не поставляли. Однако для трехдверной версии есть модификации GTI, где мотор THP раскачан аж до 200 лошадей. Такой мотор называется EP6C DTX, но горячие версии 208-го вы вряд ли найдете на вторичке. И тому есть несколько причин. Во-первых, это высокая цена. Во-вторых, специфический имидж. Ведь для многих соотечественников 208-й был дамским автомобилем, а женщинам зачастую не нужна избыточная мощность, да еще и на ручке. Ну и в-третьих, даже тех немногочисленных гурманов скорости зачастую не устраивали несколько задемпфированной реакции на нажатую педаль газа, а также рафинированный механизм переключения передач у коробки. Но если даже стандартный турбопринц плохо переносил собственные 150 лошадок, то что уж говорить о двухстах? Кроме присущих этому семейству проблем, на мощной версии идет еще и повышенная нагрузка на цилиндропорошневую группу. Так что мотор, после 80 тысяч километров, литрами потребляющий масло АКИ бензин, явление для ЕП6 CDTX нормальное. Правда, через некоторое время все это приведет к замене той самой цилиндропорошневой группы. Так что рекомендовать к покупке поддержанный GTI язык не поворачивается, если, конечно, вы не спортсмен в душе и одновременно не фанат Peugeot. Тогда давайте изучим трехцилиндровые моторы семейства ЕБ, которые как раз проходили обкатку на 208-м во времена его молодости. На первый взгляд эти двигатели оказались экономичными и, на удивление, весьма простыми. Здесь стоит обычный распределенный впрыск, а балансирный вал, несмотря на три цилиндра, ставили лишь на более мощную версию 1.2 и то в исполнении Евро-5, а на модификации, адаптированные к нормам Евро-6, его уже убрали. Даже клапаны здесь регулируются вручную. Производитель не озвучивает регламентные сроки, поэтому инспекцию тепловых зазоров проводят по факту возникновения характерного стука. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что трехцилиндровые моторы не столь просты, как это может показаться изначально. Выдержать баланс между экономичностью, мощностью и ресурсом нелегко, поэтому инженеры применили ряд ухищрений. Так, степень сжатия увеличена до 11. Выпускной коллектор встроен в головку блока цилиндров, а форма камеры сгорания изначально рассчитана на непосредственный впрыск и турбонаддув, равно как и поршни. Более того, в моторах этого семейства используется дизоксиальный кривошипно-шатунный механизм. То есть ось цилиндра не пересекает ось коленвала, а смещена немножко в сторону от нее. Данная схема приводит к значительному снижению увеличены бокового давления поршня на стенке цилиндра. В итоге износ уменьшается, а ресурс наоборот растет. Но, увы, идеальными двигатели серии EB не стали. Так, например, в них использован оригинальный газораспределительный механизм от компании DICA, где ремень трудится в масляной ванне. По заявлению производителя, интервал замены составляет 180 тысяч километров или 10 лет эксплуатации, хотя у нас дилеры превентивно меняют его на 80 тысячах. И это неспроста. При городской эксплуатации с долгими, простоями и растянутыми официальными межсервисными интервалами масло быстро деградирует и насыщается продуктами работы двигателя, а также мелкими частичками топлива. Все это изнашивает ремень, действуя как своего рода растворитель. Ремень, в свою очередь, уже насыщает масло продуктами собственной приработки. Последствия у всего этого могут быть самые разные. Это и забитые масляные каналы, и ранний выход из строя масляного насоса, и даже загнутые клапаны вследствие ранней кончины ремешка. Поэтому в 2017 году французы доработали материал, из которого изготовлен ремень. Однако, все равно для пущей безопасности лучше сокращать официальные интервалы замены масла и регулярно проверять состояние ремня хотя бы через маслозаливную горловину. К тому же, частая смена масла убережет вас от активного нагарообразования в камере сгорания, а также залегания поршневых колец. На что тоже жалуются владельцы автомобилей с этими моторами. Еще одной детской болячкой 208-го можно назвать перегрев и разрушение катализатора, который мог случиться еще задолго до первой сотни тысяч километров. В запущенных случаях каталик сильно пылил в двигатель, задирая стенки цилиндров. Виновниками этой разрушительной цепочки были признаны плохие свечи зажигания. Позже на мотор стали ставить свечки с другими характеристиками и проблема вроде бы сошла на нет. Итак, трехцилиндровый вариант брать, что называется, можно, но осторожно. А теперь поговорим о восьмиклапанном турбодизеле 1.6 HDI, для которого пробег в полмиллиона километров не предел. Даже турбина Mitsubishi TD-02 H2 у не самых аккуратных владельцев спокойно выхаживает не менее 200 тысяч километров. И пьезоэлектрические форсунки от Siemens VDO служат очень долго. Однако очень желательно раз в 80 тысяч километров менять под форсунками огнеупорные медные шайбы. Из мелких неисправностей отметим течь масла из-под клапанной крышки и антифриза по прокладке теплообменника масляного фильтра. Отрадно, что антифриз течет наружу и ни с чем не смешивается, а замена копеечной прокладки теплообменника полностью закрывает вопрос. Есть и стандартные проблемы с клапаном EGR. Он здесь объединен с дозирующей заслонкой, которая ограничивает приток свежего воздуха, позволяя клапану очень гибко дозировать подачу отработавших газов. И все было бы ничего, если бы не вездесущая грязь и копоть, из-за которой клапан и заслонка начинают подклинивать, а компьютер выдавать ошибки. Ремонт в данном случае стандартный — это снятие и чистка. Однако после данной процедуры клапан при установке нужно прописать обратно при помощи диагностического программного обеспечения. В свое время у данного двигателя была серьезная недоработка, связанная с двухплунжерным топливным насосом высокого давления Bosch CP4S1. У него клинило ролики плунжеров, однако вас это уже не коснется, потому что в 2013 году была проведена отзывная кампания. Переходим к трансмиссиям. На вторичном рынке 208-е с пятиступенчатой механикой и четырехступенчатыми автоматами встречаются одинаково часто. А вот с пятиступенчатой роботизированной коробкой ETG-5 реже. Этот односцепленчатый робот — дальнейшая модернизация прежнего неудачного агрегата «Два Троник», в ходе которой были установлены новый блок управления, новое программное обеспечение, а также новые электромеханические приводы переключения передач и выжима сцепления. Если говорить о надежности, то в этом плане к ETG-5 претензий мало. Главное — менять трансмиссионку 75W80 с фильтром каждые 70 тысяч километров, и будет все хорошо. А если трансмиссию доконает пробки, она свалится в аварийный режим, что бывает редко, то проблемы можно устранить перепрошивкой электронного блока управления, а также инициализацией сцепления. Но в плане удобства пользования мало что изменилось. Коробка по-прежнему тормозная. Особенно раздражают задержки и клевки при переключении между первой и второй передачами, да и остальные переключения шустрыми не назовешь. Единственное спасение от толчков и задержек — это переключать передачи самому в ручном режиме. То ли дело пятиступенчатая механика. Здесь ломаться практически нечему. Самый распространенный дефект у механической коробки — это закисание механизма выбора передачи тросиков, что лечится чисткой и профилактической смазкой. И напоследок расскажем про многострадальный четырехступенчатый автомат АТ-8. Хоть эту коробку неоднократно модернизировали, но задержки при переключениях и склонность к перегреву никто победить не смог. Зачастую коробка перегревается в городских пробках и оттого сваливается в аварийный режим. А перегрев всегда ведет к поломкам, к быстрому износу соленоидов, к износу блокировки гидротрансформатора, а также масляного насоса. Утешением служит лишь тот факт, что на легком 208-м АТ-8 работает адекватнее и живет чуть дольше, нежели на более крупных моделях вроде Peugeot 308 или Citroёn C4. Но чтобы без проблем откатать на нем 200 тысяч километров, лучше внедрить в конструкцию внешний радиатор и раз в 60 тысяч километров менять масло. Переходим к подвеске. Конструкция подвески у Peugeot 208 простейшая. Стойки Макферсона спереди и торсионная балка сзади. Срок службы у резинометаллических шарниров и шаровых опор более чем достойный. Раньше 100 тысяч километров вряд ли что-то потребует замены. Разве что стойки стабилизатора могут заскрипеть уже к 40 тысячам километров, особенно если ездить по дорогам посредственного качества. Неприятно и то, что родные амортизаторы, особенно задние, где-то к 80 тысячам километров начинают издавать странные звуки, которые устраняются лишь заменой штатных амортов на хороший неоригинал. В этот список добавим и передние тормозные диски, не отличающиеся долголетием. Способ лечения в данном случае аналогичный. Это поиск достойной альтернативы фирменным изделиям. Теперь перейдем к кузову. Он частично защищен гальванической оцинковкой, хотя самые проблемные места должны быть учтены. Но чаще всего в условиях просоленных зим гниет выхлопная система и ее кронштейны. Вот здесь прямо классический пример без комментариев. Однако рыжики все же встречаются на внутренней стороне дверных панелей. Здесь краска от контакта с уплотнителем перетирается до голого металла. Под днищем вы тоже вряд ли увидите обильную ржавчину, но ее зачатки могут появиться ближе к задней части кузова за порогами. А теперь итог. Как видим, из множества модификаций самыми удачными оказались версии с турбодизелем. Следом идут трехцилиндровые варианты, но их имеет смысл брать лишь с механической коробкой передач. И отсюда вырисовывается забавная картина. Если принять во внимание то, что у нас Peugeot 208 часто покупали дамы, то судя по представленным в прайс-листах модификациям, у французских маркетологов получился весьма специфический портрет российских женщин. Налицо прекрасные, суровые внутри. Ну а как иначе расценивать самую беспроблемную комплектацию дизель на палке? Ну или 1.2 с роботом, от которого будешь постоянно чертыхаться? Еще раз напомню и то, что система стабилизации 208 полагалась за доплату. И тогда суровость выходит на новый виток. Ладно, отставим шутки. Это была программа «Поддержанные автомобили» и я, ее ведущий Петр Баканов. И помните, главное сделать правильный выбор. Поэтому выбирайте правильные автомобили вместе с нами. Желаю удачи!